всем привет как всегда начинается видео с прогулки мы сегодня пришли на пруд кормить уток хорошо что они есть а то мы взяли с собой им покушать чаки очень хорошая погода на сегодня как бы лили только не уплыла за ними сейчас будем пробовать собрала в дорогу щенка его косточку которую он обожает грызть кофточка которая фотографировала на конечно мы велика но пусть будет у него корм на первое время пеленки эту дорогу и паспорт с документами с метрикой всем доброе утро мы выезжаем малыш не понимает где он уже второй раз машине на оптировку ездили два месяца сейчас нам же почти 3 ехать нам долго надеюсь все будет хорошо он думает целоваться будем всю дорогу все будет хорошо все будет хорошо Так, за кого спрячутся, да? Видим, знакомься. Виси. Молодец. Так, мы уже дома. Синочка отвезли. Диор уехал в город Орел. Кличку, скорее всего, оставят такую, как есть, как в документах и как уже, наверное, все привыкли. Его я не называла Диором, но, видимо, кличка понравилась. Я ничего не имею против. Если я говорю, можете переназвать. Я даже в паспорте пока не написала. Обычно в паспорте реальная кличка пишется. А в метрике именно, как зарегистрирована собака. Диор будет жить у нас в городе Орел. Почти сутки мы туда ехали. Вернее, в одну сторону 10 часов. Пообщались с новой семьей Диора. Уехал в молодую семью. Единственная собачка. И прям вот мечта заводчика, чтобы собака была единственной в семье. Две тоже хорошо, в принципе. В плане он как любимец для себя. Как вот первая собачка. Вот. Все произошло очень неожиданно. Утром проснулась со слов. Мы решились. И мы уже сориентировались. Можем, когда мы сможем отвезти Диора. Вольерчик уже убрала, поубиралась. Сегодня у меня запланирована уборка. И у новых хозяев Диора мы увидели робот от Сиоми. Мне он прям так понравился. Я так смотрю на наш. Мне он не нравится. Я хочу себе новый. Вот так вот случается. Потому что, ну, плохо он убирает. Пускай, что он там тонкий, специально для шерсти. А сейчас только просто шерсть нашла по дому. Там под диваном он лазит. А что тонкую, я не знаю. Ну, короче. И он как-то шуметь стал непонятно. В общем, я, наверное, понесу его в сервис с ней. Посмотрим, что скажут. И возьму новый. Она очень много спит. Сейчас щенки очень активные. Конечно, щеночку уже три месяца, кстати, завтра будет. Первая такая мини-датка. Скоро можно будет уже гулять. Вот. И я в плане, что хороший возраст для передачи щенка. Когда уже карантин с первой прививки прошел, ты уже с чистой совестью можешь отдать щеночка. Обойти его очень устала, конечно. Щенки активные. И постоянно приходилось играть с ним. Теперь она у нас отдыхает, восстанавливается. Шпицы после родов очень сильно линяют. Сбрасывают всю шерстку. Поэтому Бетечка сейчас такая. Ну, скоро отрастет шерстка. Месяц через три. Как раз к зиме. Следующие щенки у нас будут не скоро. Сейчас время непростое. Будут йорки. Кому нужны были йорки от моей пары, пишите заранее. Потому что, скорее всего, это будет последний помет. Конечно, в не очень простое время. Но кто вот прям конкретно действительно хотел, пишите, конечно, по делу. Планируется у нас помет. Никто не скулит, никто не просится, никто не играет. Также у меня целая гора заказов для отправки. Ужас. Если я куда-то уехала, то начинается какой-то трэш. Сутки мы отвозили щеночка. Теперь убирать сейчас только что.